О международном полумарафоне Биробиджан Волгейм имени Владимира Пеллера говорили сегодня на Авторадио. Вот уже в 41-й раз состоится забег, ставший одним из самых значимых событий в спортивной жизни нашей области и включенный в единый календарный план соревнований России. Полумарафон пройдет по правилам Международной легкоатлетической федерации и Всероссийским правилам соревнований по лёгкоатлетике. Уже традиционно у нас три дистанции на этих соревнованиях. Это 5 километров для детей до 14 лет, 10 километров 15-16 лет и 5 возрастных групп у ребят, участников на полумарафоне. Это молодежь до 17 лет, до 18 лет, потом 19-39, 40-49 и так далее. Длина дистанции полумарафона составляет 21 097 метров и 50 сантиметров. За то, что на всём её протяжении бегуны будут окружены заботой и безопасностью, получат денежные награды, медали и дипломы. За то, что вообще живая развивается идея этих соревнований, организаторы поблагодарили губернатора ИАО Ростислава Гольштейна, Законодательное собрание области, Департамент по физкультуре и спорту правительства ИАО, Администрацию Биробиджанского района, спортивные и коммерческие структуры. Благодаря им всё готово к старту. В день соревнований регистрации не будет. Всё будет происходить, открытие и выдача стартовых номеров на площади Центра детского творчества. В принципе, также мы оставляем три пункта по приёму. Воды у нас также будет на дистанции 5 километров, 10 километров. Наша школа, Центр образования Пеллера также встречает спортсменов. Также у нас организовано горячее питание, чай на школе села Волгеем имени пришкольника. То есть все задействованы, район, город, сотрудники ГИБДД. Сегодня тоже мы с ними встречались, всё отработали, маршрут, все нюансы. По орг вопросам пока всё хорошо и надеюсь, всё пройдёт, как говорится, на уровне. В эфире также добрым словом вспомнили тренера, энтузиаста и организатора спорта Виктора Сизова, который и придумал и впервые провёл этот полумарафон в 1981 году. Гость студии Сергей Чалый сам принимал участие в том первом забеге и помнит его победителей. Сергей Иванович, кстати, сделал и прогноз о том, кто, вероятно, победит нынче. Эти и другие подробности в полной записи эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Денис Листюхин. Новости 21.